Спуск к пляжу Дельфин. Въезд со стороны Шампанского переулка. Вот уже месяц, как тут появился шлагбаум, который ограничивает въезд автомобилей. Его уже успели приравнять к шлагбауму на 13-й станции фонтана и даже к скандальному коллеге в Аркадии. Там ограничитель установлен посреди улицы. Если же речь идет о шлагбауме, который стоит на проезде, к примеру, это у нас 13-я фонтана наверху. Это у нас шлагбаум, стоящий на улице Генуэзской в Аркадии. Это у нас, допустим, в районе Маячного, я знаю, там есть шлагбаум устанавливается. То есть, все, что связано с перекрытием дороги, категорически запрещено, во-первых. А во-вторых, никакими правилами паркования не предусмотрено. Никакой оператор ни парковки, ни стоянки не имеет права на свое собственное усмотрение устанавливать ограничения на дорогах общего пользования. Сторонники шлагбаумов с такими формулировками, разумеется, не согласны. Спуски, ведущие к пляжу, называть дорогами общего пользования, отказываются. Якобы шлагбаум возле пляжа Дельфин установлен на дороге коммунального предприятия «Побережье Одессы». В данном месте, так же, как и во многих местах других в нашем городе, это не является дорогой общего пользования. Это вот мы сейчас вот стоим с вами на территории коммунального предприятия, КП «Побережье». Так, если уж по большому счету. Это не улица, это не является дорогой общего пользования. Активисты формулируют проблему проще. Водителей заставляют платить за перемещение по городской дороге. Платить отказываешься, доступа нет. Взымаются средства с граждан только за то, что вы перемещаетесь по территории города. Вот эта территория, вот куда они заезжают, это не является чья-то частной собственностью. Они не получают какую-то особую привилегию от того, что они тут находятся, если так можно сказать. Они просто вынужденно платят за проезд и якобы за возможную какую-то стоянку. Радикальные активисты шлагбаумы называют захватом территории. Приемлемым вариантом может казаться установка ограничителя перед въездом на саму парковочную площадку. Эти шлагбаумы необходимо ставить непосредственно, и не только, я считаю, так в принципе и должно быть, не перекрывая улицу, допустим, а непосредственно перед парковкой. Но чиновники утверждают, что шлагбаумы у самих парковок бесполезны. На спусках скапливаются автомобили, которые не оставляют места пешеходам. Так было в прошлые годы, до возникновения бума на шлагбаумы. Когда, например, на 13-й фонтана, допустим, некоторое время тому назад, диспетчерский пункт с автоматическим выездным терминалом находился вблизи парковочной площадки, прямо на границе с ней, то автолюбители, защитники природы и так далее, ставили свои автомобили, ну я грубо говоря, чужие защитники природы, те, кто вот реют за эту ситуацию, что необходимо вот там, там, там и так далее, ставили свои машины прямо вдоль спуска. С чем мы сталкиваемся? Постоянные бытовые конфликты водителя с водителем, невозможность пройти гражданам с коляской, просто людям подняться невозможно, спортсменам и так далее по этой дороге. Так как все было заставлено машинами и большое скопление при выезде изъезда, большое скопление автомобилей, чем создавались большие серьезные пробки и заторы. О появлении шлагбаума на «Дельфине» стало известно еще весной, после решения исполкома горсовета. Найти юридические нарушения в установке сложно, но процедуру обелечивания часто не соблюдают. Начнем с тарифов. Они разнятся в зависимости от локации шлагбаума. Если же окажется, что данная территория используется оператором не в соответствии с утвержденным городским советом тарифов, а по собственным, которые, мягко говоря, нереальны, как правило, в прибрежной зоне, то можно предположить о том, что осуществлена подмена. То есть вместо парковочной площадки используется площадка для организации постоянной стоянки автомобилей. Разница в том, что в отличие от парковки стоимость стоянки машин на этой площадке устанавливает оператор уже на свое собственное усмотрение и ничем не рекламентируется. Если на «Дельфине» за час придется выложить 20 гривен, то на 13-й станции фонтана расценки приятнее. 40 гривен стоимость парковки до 8 утра вне зависимости от длительности пребывания. Чиновники объясняют, тарифы выше там, где спрос сезонный. Зависит тариф от максимального скопления автомобиля в той или иной точке и от тех затрат, которые получает предприниматель, то лицо, которое обслуживает территорию. Вот из-за этого оно и складывается. По словам юристов, у гражданина есть право отказаться платить, если оператор не может выдать фискальный чек или рассчитать водителя через терминал. Правда, во время нашего рейда таких диспетчерских мы не обнаружили. Сотрудник операторской на «Дельфине» рассказывает, что платят в итоге все. Иногда попадаются бунтари, которые поначалу не платят и вызывают полицию. Тщетно. Мы вызываем полицию, все остальное, юристов, и тогда уже в порядке. Мы можем написать заявление, что человек не захотелось платить, потому что в полиции разные моменты бывают решаемые. Обычно люди оплачивают. То есть это спустя час-полтора возни, проблем, но все равно они соглашаются платить. Шлагбаумы – бизнес прибыльный. Летом за 10 минут работы мимо одного ограничителя может пройти в среднем 15 автомобилей. Чиновники, конечно, уверяют, что потоки денег пускают на обустройство города. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал «Репортер».